У нас после матча мы в интервью Владимир Козлов. Владимир, в первую очередь поздравляю с первой победой. Спасибо. Пару слов об игре. Игра нам удавалась. Первый гол был корявый. Второй тоже. Сам себя запишу. Немножко нервное начало. Отсутствие результата сказывается? Да нет. Ну, возможно, да. Охота выиграть. Потому что у нас и здесь поражение, и в республике Татарстан в чемпионате. Все, проклятие снято. Будем считать так. Поздравляю с первой яркой победой. Спасибо. Как ощущения вообще в целом от победы? Приятно. Все-таки новый турнир. Да. Приятно. Поддерживали сегодня лучше. Понятно. Ну, удачи в дальнейшем. Задерживать не буду. Спасибо большое. У нас в гостях Дмитрий Владимирович Благов. Поздравляю в первую очередь с победой. Спасибо большое. Как ощущения вообще по игре? Первое ощущение по игре, конечно, на итоговый счет. А так, я думаю, это не наша самая лучшая игра. Тут еще работа как-то есть над чем работать. Только пока результат. Но сдвижки есть. Если бы не было сдвижек, я думаю, мы бы сломались после наших глубейших ошибок. А так ребята начинают немножко исправляться. Молодцы. Большое им спасибо. То, что осознали, то, что футбольная жизнь короткая и надо ежеминутно, ежечасно отдаваться полностью этому делу, чему они решили посвятить свою жизнь. Поэтому им большое спасибо. Нервозность. Результат отсутствия? Некоторые вот ошибки просто в начале. Нет, результат. Даже мы про результат вообще ничто не говорим. Это результат технического нашего, технического нашего на данный момент оснащения, допустим. Понимаете? Ну, пока так. Парни молодцы. Характер проявили. Очень приятно было наблюдать. Еще раз поздравляю. Спасибо большое. Спасибо. У нас в гостях Элвер Рахимич, тренер ЦСКА. Элвер, пару слов. Что не получилось в первую очередь? Ну, конечно, очень много ошибок наделал в этой игре. Но я скажу так, что первый тайм где-то и получилось. И у нас были моменты. И Рубин создавал моменты. Такая открытая игра с очень много моментов, очень много ошибок в обороне, конечно. И поэтому такой результат. Игра, которая понравилась зрителям, но не понравилась тренерам, я так понимаю. Ну, все равно много голов, наверное. Как говорит, понравилась она зрителям. И мы тоже любим, когда много забиваем. Но то, что пропускают, пропускали сегодня много. Это, конечно, не радует. И это минус. Как будто показалось, команда даже сама не ожидала, что так быстро забьют. Еще и так просто. Как будто немножко подрастерялись даже после голса. Ну, да, может быть, такой, да, такой. Легкий гол забил, можно сказать, подарок от Рубина. Ну, потом тоже были два-три момента. Один в один выход, один в один. Там тоже не могли забить. Да, потом говорю, такая игра с много ошибок. Даже очень много ошибок и со нашей страны, мне кажется, и со страны Рубина. Так что, ну, все равно, говорю, что-то еще много-много работает. Есть над чем работать. Конечно, такие игры, они показатели. Как за нас, так и за соперников. Так что, все равно, футбол есть футбол. И, как говорит, нравится болельщикам. Играем за болельщиками. Понятно. Спасибо большое. Удачи в дальнейшем. Спасибо вам. У нас в гостях Егор Шиповалов, нападающий ЦСКА. Егор, что не получилось? Вроде забили гол сразу и показалось, что сами не ожидали такого подарка. Ну, было у нас много моментов в атаке. Также в первом тайме, во втором. У меня в том числе моменты 2-3 было. И надо было просто в первом тайме увеличивать преимущество. И, думаю, игра бы уже была под нашим контролем. Но я этого не сделал. Партнеры мои не сделали этого. И мы ошиблись в обороне. И поэтому получили себе свои ворота. И потом уже пришлось раскрываться. И соперник подловил нас на это. То есть, немножко не повезло с реализацией. Ну, да. Реализация хромает у нас в последнее время. Но будем работать. Все понятно. Удачи в дальнейшем. Спасибо большое. Спасибо.